Сегодня хотелось бы с вами подвести такие условные итоги года, если можно о них как бы так четко говорить и загадывать наперед. Вот год, 2022 год, когда Путин развязал кровожадную войну против Украины, при этом не одержав за эти 10 месяцев ни одной весомой победы. Армия диктатора позорно бежала с Харьковщины, оставила условно русский город Херсон, который они так называли. Вот по-вашему, в каком сейчас моральном состоянии Путин? Ну, он отторгает от себя ту реальность, которой, если у него осталось какое-то рациональное мышление, он должен понимать, что победу в этой войне Россия одержать не может. Украинская армия и общество в целом на порядок выше мотивировано в этой борьбе. Ну, мобиков можно нагнали, они там 200 тысяч могут нагнать, еще 200 тысяч. Но они используют это как человеческий материал для затыкания дыр на фронте. С таким контингентом нельзя побеждать в войне. Ну, и пусть западные союзники придают, нам всегда кажется, что мало, хотелось бы больше, но тенденция же очевидна, и возрастает техническое превосходство украинской армии. Ну, итог года состоит в том, что Украина победила, а время, момент этой победы, он зависит от масштаба той помощи, которую Соединенные Штаты готовы, ну, прежде всего, Соединенные Штаты готовы Украине предоставить. Масштаб этой помощи, он сформулирован профессионально генералом Залужином в его последнем году. Самое главное, я процитирую его почти дословно, там очень интересный текст. Он говорит, я стою 84 километров от Мелитополя. Я готов пройти этот путь и взять этот город, что обрушит, в общем, оборону русской армии. Взятие Мелитополя, это выход к побережью, это превращение Крыма и части Херсонской области еще оккупировали в громадный котел. Ну, это, вот это уже военная победа, которая непосредственно станет, конечно, и стригером крупных политических изменений внутри бункера путинского. Но дальше я уже продолжу. Для этого мне нужно 700 танков, мы все помним эти цифры, 600, нет, 300 танков, 700 бронетранспортеров и 600 гаудиц. Ну, вот системы Патриот уже готовы предоставлять. Как вы думаете, как это изменит расстановку сил и вообще как повлияет на ход войны? Ну, системы Патриот – это замечательное выселение противовоздушной обороны. Это спасет тысячи жизней. И, во-первых, от непосредственных ударов российских бесполотников и ракет, ну и от гуманитарной катастрофы в городах. Это очень важно. Но они не решат проблему наступательной операции. Что касается наступательной операции, здесь важен список зауженного, который он очень откровенно свободирует. Знаете, почему я спросила про Патриот и фронт? Потому что лично мне непонятно, какую стратегию разрабатывает Путин, на что рассчитывает Бомбеа, например, тот же Киев, в критическую инфраструктуру Украины, погружая Украину в холод и тьму. При этом на фронте это ничего не меняет. Под Бахмутом как держали украинские силы оборону, так и держат. И им, извините, электричество в Киеве ничего не решает. Вот на что он рассчитывает? У него вообще есть стратегия на следующий год, допустим? Ну, он рассчитывает на то, что после... Когда начались эти уничтожения? Это 10 октября, по-моему, да, был первым. Это уже больше двух месяцев. Его расчет был на то, что украинское население взбунтуется, не обратится к своему руководству, но сделайте что-нибудь, договоритесь как хотите с русскими, чтобы прекратились эти обстрелы. Но в который раз он продемонстрировал свое полное непонимание украинского народа. Наоборот, позиция по отношению к России только ужесточилась. Это еще один его просчет. Ну, а у него нет хороших подок. Понимаете, вот сейчас он носится с идеей наступления на Киев через Белоруссию. Ездил Кухашенко, провел целый день, заставлял его согласиться на участие в белорусской армии. Ну, он, как у вас в Украине говорят про Кухашенко, он петляет, Лукашенко 30 лет петляет. Они же его все время хотят затащить на объединение, но он никогда никой не хотел быть секретарем Минского райкома и Единой России. И в этот раз Путину не удалось его уговорить, уговорить на участие в белорусской армии. Не потому, что он так любит Украину, Лукашенко просто знает, что эта идея совершенно непопулярна среди белорусских военных. И если он отдаст такой приказ, они могут повернуть свое оружие против него. Наверное, он как-то на личной встрече с Путиным это ему объяснял. Но вот Путин, вы спрашиваете о целях Путина, но у него совершенно извращенное понимание цель, задач. Вот он, чего он добился от Лукашенко, вы обратили внимание? Он обладился одной фразой, что наши пилоты будут водить самолеты специфическими боеприпасами. Вот хотите, я ее вам расшифрую. Это означает, что на самом деле этого не будет. Но для Запада они не сказали, что он передает, и фактически он передает Белоруссию ядерное оружие. Что вот белорусские пилоты будут водить самолеты, вооруженные атомными или ядерными бомбами, или ракетами и так далее. Ничего этого. Ну, он 15 лет занимался ядерным шантажом. Все время угрожал Западу ядерной бомбой. Наконец, где-то в начале октября, с этим было покончено, американцы сделали очень жесткое предупреждение. Почти публично, фактически. Предупредив, какие последствия будут для Российской Федерации в случае использования на оружие. Нет, они обсуждают этот вопрос подробно. Они решили, что ни в коем случае на это они не ответят таким же преступлениям. Они не будут направлять какие-то ядерные удары на территорию Украины или России. Они используют всю огневую мощь НАТО, территории НАТО. То есть это будет уже не 16, сколько там передали, 26 хаймазов. Это будут сотни томогавков, там десятки самолетов. Будут просто они огневым воздействием испепелят российскую группировку на территории Украины. Ну и перед этим за несколько часов уничтожен Черноморский флот. А кроме того, было сказано уже отставными генералами, которые не связаны с службой, а могут как бы как независимые аналитики, комментировать это решение Путина, было, что кроме этого его просто убьют лично. Он понял это, и ядерная риторика прекратилась. И, кстати, после этого и начались, как начались вот эти обстрелы. Очень показательно. Вот 2 октября были это предупреждения о последствиях ядерного удара, и потом несколько дней один и тот же нарратив разрабатывался на русской. Да мы никогда об этом не думали, ядерная вода невозможна, мне не может быть победить. А дальше самое главное, слушайте, да нам и не нужно ядерное оружие. Мы и так конвенциональными средствами превратим Украину в каменный век, там мы уничтожим всю инфраструктуру. И начали этим заниматься. Ну вот, как вы правильно заметили, эта программа не возымела ожидаемого действия. Никто не стал требовать заключательный мир, а наоборот, 90% по-моему, последние опросы Чечлен требуют. Войне до окончательной победы, до окончательного вывода Украины. Российской войны со всей территории Украины. Вот. И он решил снова вернуться к ядерному шантажу. Но обратите внимание, в какой форме. Он же как бы возложил эту ответственность на Лукашенко. О чем он, собственно, заявил устами Лукашенко, с ним, что вот мы передали ядерное оружие. У Беларуси есть ядерное оружие. Я тут уже не отвечаю. Я ни при чем. То есть он создал теоретически для себя такую возможность. Ну, это что называется военная политология, удар под чужим флагом. Нанести какой-то ядерный удар или по территории Украины, или по территории НАТО. А потом сказать, а я тут ни при чем. Это Лукашенко. А Лукашенко готов на это? Ну, раз он своими, да, он подставил себя и всю страну. Уже об этом заявила вся оппозиция. Это тоже ему не простить. Не простить белорусский народ. Спасаешь. Но у него другого выхода не было. Путин, вот таким путем, согласившись вот на это чудовищное предложение, выступить таким щитом для возможного путинского удара и пригласить, собственно, на территорию Белоруссии все эти вот ответные меры, которым Запад угрожал. Это для него был единственный путь ускользнуть от требования Путина послать войска. Потому что послать войска в Белоруссию, это для него уже было бы политическое самоубийство. То есть вы думаете, в ближайшее время наступления со стороны Белоруссии не будет? Ну, да. Еще вторую выступку он сделал. Первое вот. Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, что вы дали мне ядерное оружие. Ну, практически вот это он сказал. А теперь пусть по мне и бьют супостаты. А второе, согласился на совместные российско-белорусские военные маневры в первой половине февраля. Ну, мы помним, какие были российские белорусские маневры в первой половине февраля 22-го года. То есть у Путина этот план еще есть. Но уже без солдата Лукашенко, но со своими собственными. Но, во-первых, генерал Залужный в том же интервью сказал, он обрисовал эти планы, но он сказал, что он же не будет спокойно дожидаться их реализации. Он примет какие-то активные мероприятия, наступления в других фронтах, более благоприятные. А более благоприятного, чем Запорожский фронт, просто нету там Мелитополь и вся эта конструкция крымская. Она, наверное, самая уязвимая место в российской обороне. То есть войну Путин заканчивать не собирается. Эти его слова, потому что так называемая специальная военная операция, это длительный процесс, это было не только для своего народа, готовя людей к длительной затяжной войне, но и, в принципе, для самого себя, о том, что будем продолжать, пока есть условно силы и возможности. Ну, понимаете, он везде во всех документах последнего месяца, особенно в заявлениях Большой Семерки, в Бухаресте встречи министров наставления стран НАТО, где более конкретно в Берлине была встреча министров юстиции, Большой Семерки по организации международного триминала главных военных преступников. Он всеми названным главным военным преступником. Ему уже высказать некуда. А вот те предложения, которые озвучивает Запад, ведь позиция Запада сейчас какая? И в тех же документах Большой Семерки, или, как я называю, Большой Восьмерки, потому что Зеленский все время участвует в этих встречах, что переговоры сегодня невозможны с Путиным, потому что единственный путь к миру – это полный вывод российских войск с украинской территории. Вот когда Россия будет готова это обсуждать, мы с удовольствием сядем и обсудим, как достигнут эти цели мирными средствами. По существу это обращение к путинскому окружению. У вас вот есть шанс. У вас есть шанс исключить себя из списка военных преступников. Вот с Путиным уже ничего, ему уже ничего не поможет, а у вас есть хороший шанс. Вы каким-то образом избавляетесь от Путина и соглашаетесь добровольно выполнить вот это требование Большой Восьмерки. Вывод российских войск из украинской территории. Тогда вот эти новые люди, какие бы, ну, придется закрыть голову. Они все преступники. Но если они избавят человечество от Путина и согласятся на мирный уход российских войск в украинскую территорию, придется на это закрыть глаза. И Украина, конечно, согласится, потому что одно дело российская армия мирно уйдет, а с другого дела придется их выставлять силой. После того, как Америка все-таки предоставит нам все это наступательное оружие, прежде всего были танки, и это будут тысячи, а может быть, десятки тысяч новых погибших людей. Вот такая вот мне представляется ситуация в конце 22-го года, и такие перспективы на 23-е. Про путинское окружение. Как это все должно произойти? И, кстати, про преступников. Вот вы заметили, Гиркин, он к элите, понятно, путинской не относится, но он недавно сказал о том, что, вот цитата его, «Стоит Российской Федерации проиграть войну, я уеду на пожизненное в Гаагу». Вот как вы думаете, путинское окружение, вот реально эти политические элиты, они понимают, что Гаага у них как бы в недалекой перспективе маячит? И вот какие настроения вот там сейчас, в Кремле? Ну, конечно, они понимают. И они понимают другую вещь, что войну Россия не может выиграть. Ну, вот, рано или поздно американцы дадут, наконец, вот то оружие, которое позволит содержать решающую победу. Ну, поэтому у них есть стимулы согласиться на это предложение. Ну, мы видим, что такие голоса прорываются даже на их пропагандистских каналах. Ну, вот я несколько раз в разных украинских эфирах приводил пример человека, который, конечно, очень хорошо известен в Украине, тоже военный преступник. Захар Прилепин, который периодически приезжал на сафари на Донбасс, да и сейчас, по-моему, продолжает ездить, пострелять укропов, как они говорят. Вот, но он очень громко спорил с этой безумной ведьмой Скобеевой. Он говорил, что надо прекратить эти обстрелы городов, войны не выигрываются. Он повторял вас, безусловно, что мы обстреливаем, а на фронте у нас нет никаких успехов. Нам нужно договариваться, брать паузу. Он даже сказал такую страшную для русского политического сознания мысль. Нам нужен новый Хасадюрт. Мы потом, и потом, мы когда-то потом там наберем силу, через 2-3 года. Ну, это он не мог этого не говорить, но тем не менее. А другой эксперт там еще более резко, эмоционально выступил. А вот что мы добиваемся этими обстрелами? Вот был во время Второй мировой войны такой город, в котором не было уже ни света, ни воды, ни тепла, и хлеба даже не было. Но этот город не сдался. И это город Ленинград, он сказал. А почему мы думаем, что Киев сдаться? То есть, после падения, с их точки зрения, падения, с нашей точки зрения, освобождения Херсона, эти голоса усилились. Потому что все поняли, что войну не выиграть. И у всех, кроме Путина, есть некий выход. А у Путина этого выхода нет. Многие говорят о весне, весне 2023 года, о том, что будет и перелом на фронте, и вплоть до того, что и война может закончиться. Об этом говорили украинские чиновники, украинская разведка и глава украинского Совета по нацбезопасности. Вот как вы думаете, март 2023, что может такого произойти? Действительно ли можно говорить о том, что будет какой-то перелом и, возможно, пусть не конец войны, но хотя бы начало конца? Да, они все исходили из одного и того же. Я тоже уже почти повторил их анализ. Когда подмерзнет почва, будет возможность для наступления. То есть время для активных боевых действий – январь-февраль. В марте уже будет раскрутиться. Вот у украинской армии есть инициатива, есть очень слабое место в российской обороне. Это вот эта линия Мелитополь-Бердянск с перспективой создания громадного котла. Вот, получив тот набор вооружений, который расформулировал генерал Заужин, у украинцев не просто большие санкции, а очень серьезная вероятность осуществить это наступление, которое решит исход войны. Как Вы сказали о мирном завершении, если, например, будет политическая воля, я не знаю, того же Путина или его элит. Вот есть преемник, есть кому Путина заменить, если вдруг его дожмут, или он сам, не знаю, осознает, это какое-то чудо должно произойти, о том, что он осознает, что война им проиграна, и поставит вместо себя или представит вместо себя какого-то преемника своего. Вы знаете, мне кажется, тут будет, во-первых, Путин никогда не дозреет, ну, потому что он уже, в отличие от всех остальных, он уже заклеит на нем же клеймо военного преступника, его, так же, как на Геркина. Геркин же, мы не до конца процитировали Геркина, Геркин сказал, сначала меня отвезут в Гагу, а потом меня отправят в Украину, где меня публично повесят. Вот, например, такая же перспектива стоит перед Путиным. Что касается окружения, то если они пойдут на это, я уверен, что они это сделают, мы услышим тогда, может быть, в новогоднюю ночь, мы услышим такое сообщение, что, вы знаете, товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. Кроме того, в последнее время ухудшилось его здоровье, его нуждается в длительном лечении, он уже отбыл в один из древних китайских монастырей в горах, там лечится традиционной медленной. И уезжая, он передал свои полномочия коллективному органу, Совету безопасности. И вот мы сейчас приняли следующее решение. Они предпочтут скрыться за коллективной ответственностью некого органа. Они могут удержаться в власти, они обеспечат себя популярным, знаете, одним указом. Они приймут указ об отмене мобилизации. И 85% населения будут участвовать. Ну, какие-нибудь безумные имперцы, которые Путина считают предателем, которые требуют ядерным ударом, по Лондону, потому что, ну, есть такие люди, да их население, ну, примерно до 10%. Но основная масса уже напугана перспективой мобилизацией. То есть такой сценарий... Я понимаю американцев, они вот тянут время, надеясь на такой сценарий. Но тянуть это время бесконечно невозможно. Ну, если это не происходит 2-3 недели, значит, это не произойдет никогда. Значит, каким-то образом там службы Путина все владеют этой ситуацией, все окружение запугано, и нужно решать военным путем. Мы тут недавно с Абасом Галяновым разговаривали. Ну, вы знаете такого. Да, очень форумный человек. Так вот он сказал, что проблема еще и в том, что в этом окружении Путина единства нет. Одни вроде бы хотели бы эту войну побыстрее закончить и каким-то образом, не знаю, договориться, вывести войска, а другие готовы продолжать. И одни боятся, что другие там их сдадут. Ну, в общем, вот это зминое такое кугло, оно продолжает там петляться. Ну да, ну мы это, вот вы, может быть, даже и не видели, а наше поколение выросло на фильме от Штирлица последние месяцы в бункере Гитлера. Ну вот то же самое. Та же ситуация была у немцев. Нужно было найти преемника, который бы отстранил Гитлера, ну и он бы договорился, по крайней мере, с западными войсками, более-менее почетной капитуляцией. Но это как раз не решалось, именно этой проблемой, что все подозревали друг друга, и одни были более истребительно настроены. Ну вот, понимаете, я вот, когда я представляю позицию Соединенных Штатов, я же ее, это не значит, что я ее одобряю, я им говорю, что это иллюзорная надежда. Но им это, вы понимаете, вот вы помните, наверное, во всяком случае, знаете из истории, в 91-м году, когда Советский Союз уже полностью развалился, все, ничего, в августе 91-го года президент Соединенных Штатов, Буш старший, победитель в холодной войне, это мечета там нонечным, приезжал, выступал в Киеве в Верховном Совете Украинской Советской Центрической Деспублики. И он отчаянно призывал этот Верховный Совет, ни в коем случае не объявляйте независимости, гораздо лучше остаться там в новом, обновленном Советском Союзе. Они ужасно боятся, они боятся вот прыжкам неизвестности, вот как, а что будет. Ну, и повторяют те же аргументы, которые привели сегодня, это громадная территория, 11-часовых поясов, масса химических ядерных производств, русская смута, гражданская война, вот этот страх над ними давлеет. Ну, и я думаю, что, я согласен с прогнозами ваших военных экспертов, что январь, февраль, это будет решающий месяц. Это очень хороший месяц для наступательной операции. И я думаю, что два месяца продолжать питаться вот этими иллюзиями, что какие-то разумные люди в Москве отстранят Путина и обеспечат такую мирную капитуляцию, да им это не даст общественное мнение. Мне просто кажется, уже даже всему миру и странно бояться о том, что после распада условного России что-то прям такое страшное произойдет. Все самое страшное произошло уже 24 февраля 2022 года. А самое страшное происходит для украинского народа, самое страшное сейчас. Вот там раздаются такие голоса. Нельзя допустить эскалации. Какой эскалации? Путин уже эскалировал войну до уровня геноцид украинского народа. А вы какой-то эскалации. Когда вы говорите, нельзя допустить эскалации, вы боитесь ответить. Вот эти настроения, но они преодолеваются. К тому просто, что угрозы ведь звучат уже не только для Украины. На российском телевидении они и Казахстану угрожают, вот Азербайджану из последнего. А разведка Молдовы вообще заявила о том, что в 2023 году Путин планировал и в Молдову вторгнуться. То есть у него какие-то такие далеко идущие аппетиты. Ну, опять же, это уже все смешно. А вы же видите, как отвечает на это Казахстан, как отвечает на это Азербайджан. Украина еще, украинская армия еще не завоевала полную независимость для себя, а вот для своих товарищей, по несчастью, бывших в российских колониях, она уже взрывалась. Поведение всех этих бывших путинских вассалов, оно радикальным образом изменилось. Вот они сейчас получили независимость, а не в 1991 году, благодаря украинской армии. Хотелось бы в завершение попросить вас, понятно, что прогноз – дело неблагодарное, мы много уже об этом сегодня говорили, о том, как могут развиваться события, но если подытожить, вот январь, февраль, март и весь 2023 год, какие варианты развития событий вы видите, от самых негативных до самых позитивных, например. Мне представляется, таким основным базовым сценарием это наступление украинской армии, вооруженной теми танками, бронетранспортерами, галубицами, самолетами. В январе-феврале успешное наступление, которое приведет к капитуляции российской. Спасибо вам большое за ваш прогноз, Андрей Андреевич. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.